Че мы сегодня на черном? Право, в мире люкса. Сейчас там джеты, загруженные деньгами, уезжают из страны. В Москве уже в самом начале марта скупили все часы ролики. Все, я уезжаю из России, нам нужен самолет в 2 часа дня. Может быть, процентов 20 фитнес-клубы вынуждены будут закрыться. Очень серьезный удар по бизнес-авиации, конечно. У всех застройщиков будет задержка где-то около года. Цены очень сильно взлесели на машину. Лучше сейчас самое выгодное поставить машину, чтобы на ней не ездить. Неужели действительно брендам стыдно продавать русским одежду? Это личная политика Шанель. Нет, без шмоток я точно не останусь. Уже появились хитрецы, умельцы, которые доставляют одежду через Турцию, через Казахстан. Как на бьюти-индустрии скажется этот кризис? Половина страны же хлебные с маски делает, и ничего. Я вообще планирую выходить сейчас на другие рынки. Дубай, Бахрейн, ну сейчас вот, мне кажется, самое время. Я бы сказал, что русским рынкам так просто нельзя пренебречь. Что, конечно же, не отрицает того, что пренебречь все-таки при определенном обстоятельстве. И можно. Революция, наконец-таки. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин, это Нефарбсы. И сегодня мы поговорим о том, что раньше было принято называть люксом. Как бы смешно сегодня это не звучало. Останется ли в России роскошь? И что будет вообще с премиальным сегментом? Пообщаемся сегодня с экспертами на эту тему. Для съемок этого выпуска мы хотели привлечь большое количество лучших экспертов рынка. Большинство отказалось. Чем богаче человек, чем более к роскошному бренду он имеет отношение, тем меньше он хочет говорить о проблемах. А проблемы у люкса, очевидно, есть. Зарубежные бренды уходят с российского рынка. Поставщики из многих стран боятся или не хотят работать с Россией. Денег у населения становится все меньше и меньше. Многие потяжеспособные граждане покидают страну. Но все ли так плохо? Возможно, сложности с перемещениями по миру наоборот заставят обеспеченных россиян искать, как потратить деньги на родине? Или после ухода зарубежных брендов премиум-сегмента у нас появятся свои, ничуть не хуже? А может быть бизнес найдет обходные пути? Мы поговорили об этом с нашими экспертами. И первым стал Михаил Бурмистров, генеральный директор инфолайн-аналитика компаний, постоянно мониторивающий, анализирующий, чем сейчас живет бизнес в стране. Производители люксовых товаров в наибольшей степени зависимы и от общественного мнения. Объективно для них целесообразность присутствия на российском рынке минимальна. Магазины уже закрыты, товар постепенно вывозится из России. И здесь нет какой-то фундаментальной проблемы, потому что у них есть достаточно четкое понимание, что потребитель, который хочет приобрести Prado или Louis Vuitton, он найдет возможность, как это приобрести. Он, возможно, купит это в Казахстане, возможно, купит это в Дубае. Кроме того, уже есть четкое понимание того, что будет работать параллельный импорт. То есть, это значит, что многие поставщики предметов роскоши просто столкнутся с тем, что у них вырастут закупки в сопредельных странах, которые могут являться эффективными логистическими хабами для поставок в Россию. Это и, опять-таки, тот же самый страны Ближнего Востока, и Казахстан, который очень удобно, конечно, расположен. Возможно, какие-то поставки из Китая будут. И все это в совокупности даст возможность россиянам приобрести предметы роскоши. Ну, а, в принципе, владельцам брендов достаточно комфортно себя чувствовать в условиях, когда формально для них российский рынок закрыт. Конечно, в этой ситуации критически пострадают Меркури, Групп, Боска, Гум, Цум, потому что, конечно, здесь заместить эти бренды, их фактически не удастся. А насколько, скажем так, эти компании будут готовы торговать в режиме параллельного импорта, ну, это очень большой вопрос, потому что все-таки есть моменты, связанные с отношением с брендами, и насколько здесь бренды будут готовы предоставить такую возможность крупным игрокам. Сейчас мы увидим, что будут такие мультибрендовые, одиночные магазины, в которых просто-напросто не поставляется товар в режиме параллельного импорта. Что касается цен, то здесь, наверное, можно ожидать, что цены объективно вырастут. Но Россия была одной из самых стран с одним из самых дешевых люксовых товаров. Вот эта вот история про миланские цены, которые в своем слогане рекламной кампании использовал Цум, это, в принципе, как раз, в общем-то, такой ответ на то, что цены на роскошь России были одними из самых низких. В итоге мы, в общем, большой объем китайских туристов принимали каждый год, которые, в том числе, как бы активно покупали в России предметы роскоши. Санкции сильно сказались на многих отраслях, в том числе и на авиабизнесе. Генеральный директор компании TechHaley, продающий и сдающий в аренду самолеты и вертолеты, рассказал о последствиях не только для своей компании, но и для ее клиентов. Как на вашем бизнесе сказались санкции, которые введены против России, что с лодками, самолетами, вертолетами? Ну, как уже, наверное, все наслышаны, да, что, конечно, нам очень серьезный удар, я так назову, это по бизнес-авиации, конечно, прежде всего нас ударило. Все очень сравнивают именно с историей с пандемией, да, с 20-м годом, когда все начиналось, да, тоже там были именно закрыты воздушные пространства. Тогда мы тоже думали, что все пропало. На месяц все закрыли самолеты на ключ и думали, что можно и дальше с этим делать. Но на самом деле в тот момент там буквально потребовалось 2-4 недели для того, чтобы мы могли сориентироваться. И в какой-то степени даже было в плюс с точки зрения, если мы говорим про бизнес-авиацию, да, потому что были, ну, для регулярных рейсов были закрыты воздушные пространства, да, но для бизнес-авиации это был на самом деле в какой-то степени рост, да, потому что мы ввели новые услуги с точки зрения покрессивной продажи в частных самолетах, да, когда просто то, что называется, шерили, да, там, джет-шеринг, покрессивно продавали по тем направлениям, куда бизнес-авиация могла летать, и это даже, мы выросли, я бы даже так сказал, в какой-то себе это было плюсом. То, что сейчас мы наблюдаем, это, конечно, никто этого не ожидал, достаточно сложная ситуация, опять же, с тем, что запреты на перелеты и вылеты и прилеты в Российскую Федерацию самолетов с иностранной регистрацией, это первая причина, которая очень серьезно повлияла, потому что, ну, по моей оценке, наверное, больше 90% самолетов бизнес-авиации было с иностранной регистрацией, да, это европейские авиакомпании, прежде всего, и сейчас, конечно, наблюдаем огромный спад в этом направлении, да, с точки зрения отсутствия техники, да, прежде всего, это первое. Второе, это ограниченная возможность даже съездить самолеты наших соседей, да, если мы возьмем, для примера, авиакомпании с казахской регистрацией, здесь мы еще как-то пытаемся, ну, по некоторым направлениям есть возможности там перелетать, это, допустим, Арабские Эмираты, что очень популярно сейчас, да, возможность как использовать как хаб данную страну, это Турция, Армения, туда, куда мы сейчас летаем. То есть сейчас в условиях некого дефицита, прежде всего, я бы сказал, воздушных судов, мы стараемся как-то наращивать именно объемы по данным направлениям. А можете вот для зрителей, да, объяснить, в чем именно заключается сложность того, что 90% ваших бортов зарегистрировано за рубежом? Я говорю, в целом 90% зарегистрировано, это не значит, что там владельцы, там, допустим, российские, да, граждане, да, или у них зарегистрирован борт там. Это прежде всего все-таки европейские авиакомпании, которых не являются конечными бенефицарами наших предпринимателей. Скажу проще тем, что когда, если самолеты регистрируются там, да, то это прежде всего сказывается на обслуживании, потому что иностранные суда, и у них сервисные центры, и инженеры, и продление сертификата летной годности преимущественно обслуживаются именно в Европе. Это как первый, да, момент, когда, почему их регистрируют там. Второе, с точки зрения продажи и перепродажи самолетов с иностранной регистрации, гораздо проще это сделать, да, опять же таки связано с тем, что сервисный центр все-таки находится преимущественно в Европе. И третий момент, это с точки зрения, многие регистрируют их в офшорных зонах, допустим, в остров Мэн, в Мальсе, да, это связано с налогообложением, да, соответственно, судов. Поэтому чаще всего их регистрируют там. Мы читаем про санкции, видим о том, что этот борт российского миллиардера там был арестован, другой борт там был задержан, яхту конфисковали. Имеет ли это место быть в бизнес-авиации, там, не касаясь именно там каких-то топ-100 списка Forbes, на которых накладывают санкции? Вот ваших клиентов на это как-то отразилось? Безусловно, и есть конкретный кейс, да, у наших клиентов, которые буквально там месяц-два назад купили частный самолет для того, чтобы мы могли свободно передвигаться по миру, по путешествиям, по бизнесу, да. Они не входят, допустим, в тот же самый топ-100. И те даже, которые использовались, не просто его купили, использовали лизинговые инструменты, да. Мы все знаем о том, что в Европе там гораздо дешевле стоимость денег и лизинговые компании, которые охотно кредитуют там покупки частных самолетов. И они уже просто не могут перемещаться, так как они иностранной регистрации, они просто не могут перемещаться. Потому что, опять же, с точки зрения регистрации, и второй немаловажный момент – это о том, что все пробивают, как можно так выразиться, да, и понимают, что конечный бенефициар данного самолета гражданин Российской Федерации. И просто накладывают либо аресты, либо не дают разрешения на перелет, и самолет просто стоит. И они вот буквально, опять же говорю, что купили два месяца назад, и он уже выставлен на продажу, потому что целесообразности у него нет никакой. Он стоит в Арабских Эмиратах, и ему, в общем-то, летать некуда ни в Штаты, ни в Европу. Хотя у многих из них бизнесы до данного момента находились в Европе. Просто он уже не нужен. Естественно, они страдают и не понимают, как его реализовать, и стоимость его падает, потому что количество таких предложений на рынке сейчас огромное количество возросло. Сколько таких вот россиян примерно? Это сотни человек, у которых там арестовали самолеты? Я не могу сказать там про сотни, я не могу сказать про тех, которых я знаю либо лично, либо знаю через коллег, да, поэтому это десятки. Не могу сказать за сотни, но это десятки. Я видел в СМИ информацию о том, что во Внуково-3 активно проходят таможенные проверки на тему того, сколько наличных вывозят из России. Имеет ли это место быть то, что сейчас там джеты, загруженные деньгами, уезжают из страны? Нет, это невозможно. Есть такое мнение о том, что если ты частный самолет, то ты можешь чемоданами вывозить туда наличку, драгоценности и прочее. Там у всех стандартные процедуры таможенные, их никто не отменял. Берешь ты частный борт или летишь регуляркой, поэтому правила для всех едины. Так бы просто брали бы все частные самолеты и вывозили сколько возможно. Насколько сильно это вообще ударило по вашему бизнесу? То есть, если взять статью до последних двух-трех недель, безусловно, там в половину, наверное, по трафику, наверное, спад присутствует. Но увеличился, допустим, нивелировали тем, что увеличился трафик, допустим, в Арабске Эмираты. То есть оно и так было популярно достаточно, но сейчас оно возросло в 2-3 раза. Потому что его используют либо кто-то туда переезжает, либо используют его как хаб, куда уже можно перебегаться в другие страны. Там мы выросли. За счет этого нивелировали спад чуть меньше, скажем так. В пандемии была такая шутка из-за того, что в Англию, в Америку, в другие страны пускали людей на лечение. И был такой мем, что только с пандемией мы узнали, какие на самом деле проблемы у здоровья у богатых людей. То есть как на самом деле у них все плохо со здоровьем, что они постоянно летают на лечение в Европу. Вот сегодня, допустим, у тебя есть там неограниченная сумма денег на перелет. Ну, допустим, там в 2-3 раза больше, чем обычно стоит аренда там Private Jetta. Ты можешь улететь в Нью-Йорк, в Лондон, я не знаю, в Париж или вообще никак? Вот сейчас огромная разница того, что было во время пандемии. Действительно, там правильно говорите о том, что мы порой и сами не знали, что в Монако столько клиник, куда можно действительно хорошо плететь и выучиться. Да, количество людей на реабилитацию в то направлении было колоссальным. Мы же все понимаем, да. А сейчас, помимо всего этого, у нас, к сожалению, моему великому, и с чем я категорически не согласен, да, это российский паспорт, паспорт гражданина Российской Федерации во многих странах стал некой черной меткой, да, то есть, соответственно, если у тебя нет там второго гражданства, резидентства, то есть просто за грамм паспорт СИЗа и британская, и одной из европейских стран, то практически равно нулю, чтобы мы могли туда попасть. Вне зависимости мы летим с Российской Федерации туда, либо мы там используем транзитную зону, там, то же самое, допустим, Арабские Эмираты, то практически невозможно. Через третьи страны тоже невозможно? Если у тебя российский паспорт за грамм, то практически невозможно. Но коллеги говорят о том, что именно очень серьезно проверяются сейчас как раз-таки именно те, кто прилетает на правил джетов, да, коллеги говорили о том, что, в принципе, чисто теоретически, и даже были такие случаи, кто передвигался регулярными авиалиниями, да, опять же, мы просто сейчас говорим про УАЭ, да, вроде как пропуская либо регулярными авиалиниями, возможности такая больше, чем правил джетом прилететь. Ну, казалось бы, абсурд, но действительно так и есть. Большой вопрос для автолюбителей, для автовладельцев, что делать с деталями для автомобилей, где брать запчасти, я думаю, то же самое для джетов, для самолетов, аналогичный вопрос. Ну, здесь что автомобили, что вертолеты, что частные самолеты, все сейчас в одинаковой позиции находимся, да. В любом случае, я думаю, что решение будет найдено, да, и оно будет со сложностями, с удорожанием, да. Мы понимаем, что есть у нас дружественные страны, и через которые все это будет завозиться. В любом случае, это и в текущем моменте пока так и будет. Что-то есть сейчас на складах, да, в любом случае всегда и по вертолетным деталям, да, есть что-то на складах, есть и по самолетам. То же самое, связанное с автомобилями, да, то мы же понимаем за счет логистики, то есть я не думаю, что будет огромный дефицит. Здесь будем страдать только из-за сроков поставки, из-за того, что это будет некая цепочка поставок, да, через дружественные страны, скажем так, назовем. И за счет этого увеличение ремонта, стоимости ремонта, потому что, ну, опять же, логистика растет. Ну, и, конечно же, курс, да, потому что все равно это будет заводиться и за границей, и продаваться здесь будет в рублях, и за счет правильных курсов, конечно, это будет подорожание. Сухого суперджета у вас в авиапарке нет, насколько я понимаю? Конкретно у нас его нет, но у нас есть партнеры, российские партнеры, авиакомпании, которым мы периодически фрахтуем сухие суперджеты. Ну, как правило, мы их фрахтовали для корпоративных клиентов, да, когда там количество человек там превышает 15, а уже там в бизнес-джет они не помещались, и, соответственно, мы арендовали и сухие суперджеты, возили также спортивные команды, да, то есть, ну, их мало, да, их не так много, когда мы в тот момент, когда мы не требовались. Но, по всей видимости, сейчас это будет один из наиболее популярных видов техники, поэтому будем продолжать использовать, и я надеюсь, что будут их какие-то восстанавливать, да, потому что я знаю, что много стоит на земле, ввиду там небольшой востребовательности или запчастями были какие-то моменты. Но сейчас будем использовать. Вплоть до того, что яки используют, да, то есть запросы идут на як-40-е и их восстанавливают активно, да, то есть як-42-е. Серьезно, можно сейчас восстановить хорошо як-42-е? Какого он? 70-х годов он или каких он? Ну, они в 80-х годах в основном, да, но есть 90-х годов, и мало того, что есть несколько у нас во флоте, и мы недавно фрахтовали для своих клиентов, для корпоративных, которые сейчас, что называется, на крыле, и я думаю, что они сейчас будут загружены заказами, да, на перелеты внутри России. Ну вот часто такую позицию слышу, ну ничего, будем на сухих летать, наши сухие, супер. А по факту там разве не импортные детали? Ну, если мы говорим про сухой суперджет, то большое количество, на самом деле, импортных деталей, и то, что я наблюдаю и изучаю, смотрю, то есть у нас же сейчас планируют поставить именно двигатели, а именно российские, это прежде всего самое то, что дорогое, да, именно в самолете для, из деталей, да, то это двигатели. И вот сейчас уже тестируют двигатели российского производства, а до этого стояли, не хочу, с армоной, да, на какие-то проект Уитни, что ли, ну, не помню точно, какие двигатели, но ставили на сухой суперджет. Ну, планируют их заменить именно на российский аналог. А именно бизнес-джета? Нет, к сожалению, моему великому, пока такого нет. У нас именно делали, переделали компоновку салона, именно сухого суперджета, да, и есть VIP-компоновки, что называется, да, там до 18 пассажиров, но я знаю только один такой борт. Это у кого? Президент он, что ли, первый борт какой-то? Ну, не готов вообще сейчас озвучить, да, да, ну, аналогов, скажем так, нет. У нас, знаете, аналоги были, это як-сорковые, да, VIP-компоновки, когда их переделывали, да, то есть вот это был аналог суперджета российского производства. Но это в 90-е было или это недавно было? На самом деле сейчас в строю и периодически мы их используем, да, за счет стоимости летного часа, я знаю, два. С 2008 года я в этом бизнесе, да, и мы периодически их берем, они до сих пор в строю и летают, там, 12-местные машины, да, и именно VIP-компоновки, и як-сорковые. Хорошо, а вот в первые дни, в первые дни был скачок людей, которые резко вот вам позвонили и сказали, все, я уезжаю из России, нам нужен самолет в 2 часа дня. Да, именно в первые дни был именно скачок. Кто-то улетал, ну, по тем или иным причинам, кто-то боялся, да, что здесь, не знаю, война начнется, да, кто-то улетал спасать свои бизнесы или активы, кто-то перевозил, релокация, да, была, своих бизнесов открывали в других странах для того, чтобы там, у кого особенно он завязан с международной торговлей, то есть они регистрировали компании в других юрисдикциях, да, кто-то вывозил схеми для того, чтобы там просто посмотреть и уже понаблюдать со стороны. То есть всплеск был, особенно первые 2 недели, он был достаточно большой, да, то есть именно по попе перелетов. Но топ-1 это были Арабские Эмираты, кто-то успел, потому что мы санкции вводили постепенно и закрывали страны, ну, там каждый день менялась ситуация, кто-то успевал вылететь, кто-то, да, и были случаи, когда наоборот, европейские компании, наши клиенты, допустим, кто-то отдыхал на островах, они улетели еще до 24-го числа на европейских авиакомпаниях, да, и уже после 24-го отказывались вывозить, то есть, ну, у меня ситуация менялась, то есть, потому что закрывали воздушное пространство, и компании отказывались вывозить обратно только за счет того, что у них возрастало количество часов в перелете, и они говорят, мы не повезем. И вот приходилось уже здесь реагировать достаточно оперативно и вывозить уже другими самолетами, для которых еще не было запрета на перелет. Вы сами не планируете релокацию бизнеса там в Дубае? Релокацию нет, возможно, как один филиал из представительства какой-либо, да, потому что мы, ну, с точки зрения Арабских Эмиратов, я давно уже смотрю и сложившие обстоятельства, да, с точки зрения, потому что там огромное количество и экспатов, и, в принципе, достаточно большой рынок, да, откуда бизнесмены и предприниматели, которым необходимы данные виды услуг, они там находятся, и там есть рынок. То есть, переезжать совсем и уходить из России, и закрывать здесь бизнес, нет, не планируешь. Открываться дополнительно где-то для того, чтобы нивелировать в текущем моменте спад, то в таком случае, да. Неворцы. Мы поговорили с Максимом Годуновым, брокером элитной недвижимости из Москвы. Готовы ли сейчас обеспеченные россияне тратить деньги на квартиры премиум-сегмента или рынок просел? Что сейчас происходит на рынке элитной недвижимости? В настоящий момент все прекрасно, клиенты активировались, начали опять рассматривать объекты, покупать, кто еще для жилья, кто еще для инвестиций в коммерческую недвижимость, рынок активировался. Если говорить о 23-м конец февраля, все, естественно, резко взяли паузу, у кого-то все поотменилось, и застройщики в том числе и поотменяли, потому что не понимали, что делать, допустим, с крупными лотами, которые миллиард-два, как их продавать и что сейчас вообще будет на рынке, непонятно. И отменялись эти сделки. Отменялись там чуть ли не на стадии подписания контракта, просто сказали, ребята, нет, у нас сейчас сделки не будет, пока пауза. На сегодняшний день рынок уже потихоньку проснулся, некоторые застройщики еще не выставляют крупные лоты, но общую динамику, которую мы видим, это прошло повышение практически у всех, у всего премиального сегмента где-то от 4 до 7%. Те застройщики, которые на начальном этапе, на нулевом цикле, может быть, на уровне котлована, у них произошло повышение процентов на 10%. Очень интересная история с одним итальянским дизайнером произошла, ну, наверное, не буду его рекламировать, но все-таки интересно, да, это... Армани, да, или кто-то с дизайнером. У нас есть очень красивый проект, который он проработал полностью для нашего застройщика, это будет единственный проект в России, и он не отказался, он сказал, что все будет выдержано, все будет согласовано в стилистике, все будет поставлено. Нужно было выждать паузу, пересмотреть вообще, где теперь взять там недостающую технику ту же самую, там, встроенную кухню, которую везли из рубежа, какие альтернативные компании подобрать, и откуда можно что поставить, и как поставить, и какой это будет прайс. На все это нужно было время, как правило, застройщики озвучивали 3-4 недели на вот этот период, чтобы подумать. Вот, ну, какой-то минимальный объем лотов, там, маленькие, допустим, какие-то квартиры, они выставляли. Все крупные лоты, всю коммерческую недвижимость крупную, ее сняли с рынка. То, что мы видим на сегодняшний день, и покупатель активировался, и продавцы также уже активировались. На сегодняшний день стадия, ну, где-то вот середины, конец января. То есть, запросы идут у брокерских компаний, застройщики, в принципе, предлагают уже свои лоты, но немножко повысив прайс. Застроены будут ли новые дома, которые мы видим по Москве? Большая часть сырья из-за границы для премиального сегмента. Ну, вот, в настоящий момент есть, грубо говоря, из топовых игроков. Есть несколько компаний, которые сказали, что мы вам возвращаем за отделку деньги. Это там примерно где-то 170, у кого-то 230 тысяч рублей за метр квадратный в премиальном сегменте. То есть, деньги возвращаются. Вот, но большая часть сохранили свои обязательства. Говорят, да, мы доведем полностью отделку, все будет прекрасно. Возможно, у нас там будет кухня не из Италии, а вот из какого-то там, может быть, другого региона. Хотя, насколько мне известно от дизайнеров, Италия работает. Не очень хорошо работает, там, Франция с нами не работает, Штаты, да, естественно. Вот, но Италия там потихонечку, если ты им напишешь несколько добрых писем, они, как бы, говорят, окей, мы, возможно, вам поставим. Но, опять же, тут возникает вопрос, как привести? Какой будет расход? Смогут ли это все поставить? И какой будет прайс? Бьется ли экономика или не бьется? Конечно же, все застройщики брали на это время. На текущий момент мы понимаем, что финального, окончательного какого-то ответа, что именно заявленная кухня будет, заявленная встроенная техника, у нас пока нет. Да, будет, но пока не понятен бренд. Задержка будет, насколько я понимаю, в строительстве? У всех, очевидно. Ну, как правило, задержка бывает независимо, там, была ли спецоперация, не была, от полугода. Полгода считается, если задержку у застройщика, ну, вроде бы норм, да, вроде как будто бы не считается. Когда уже там доходят до года, уже начинаются какие-то там досудебные претензии от собственников, начинаются какие-то разбирательства, там, что-то там выпрашивать какие-то, там, может быть, машинами став подарок, может быть, идут в суд и получают эту компенсацию, которая прописана в ДДУ. Сейчас мы понимаем, что у всех застройщиков, практически у всех премиальных, будет задержка и будет где-то около года. И, ну, большая часть клиентов к этому спокойно относится, тем более у нас вышло распоряжение правительства, да, что в связи с спецоперацией считается нормой, что там у застройщиков будет задержка, чтобы не было никаких вот этих сотен, там, исков к застройщикам и прочего. Макс, а клиенты вообще остались? Потому что, мне кажется, многие из границ просто уехали. Слушай, ну, у нас огромная страна, у нас очень много состоятельных клиентов из регионов. Несмотря на эти какие-то там ограничения и санкции, внутренние рынки очень хорошо подрастают. И сейчас клиенты из региона с бюджетом там 2-5 миллионов долларов уже никого не удивляют. И таких очень много. У нас много очень состоятельных регионов, у нас много кто зарабатывает хорошие деньги. Клиентов много. Да, есть те клиенты, которые, скажем так, поймали панику и уехали. Это хороший клиент, это прямо вот наша ситуация. Естественно, мы придумываем, если они не хотят возвращаться или там боятся возвращаться, мы делаем какие-то доверенности, перепродаем им по доверенности. Тут большой вопрос, чем расплачиваться? Мы в рубль не верим, курс будет расти. И тут уже вот наша брокерская задача, как-то договориться там у нас, мы там в паре доллар-евро закладываем или там что мы прописываем. Что значит в паре доллар-евро? Ну, как мы рассчитываться будем. То есть в договоре мы прописываем рубль, а как мы по факту будем рассчитываться. Вот, поэтому вот таких вот непонятных ситуаций и уехавших так называемых клиентов, паникеров, да, это вот то, чем мы занимались весь марта. Сейчас видишь... Это десятки людей, насколько я понимаю? Ну, это достаточное количество, да, потому что у нас, как правило, в премиальном сегменте люди инвестируют в ту же самую там новостройку, да, есть свободные средства. И 2-3 миллиона долларов, кто-то 5-7 миллионов долларов инвестируют в разные проекты. Если вот такой клиент уезжает, ну, представь, там у него лот там из 7-9 квартир, которые нужно оперативно продать. Ну, это для нас очень хороший кейс. Для клиентов, те, которые здесь остались с деньгами, это тоже прекрасный кейс, как раз подхватить то, что там на проценты... Ну, мы же понимаем, да, что они... Дешевле продают? Если они хотят быстро продать, это как минимум 20-25% ниже рынка, ниже там цены застройщика. И, конечно же, есть десятки желающих, которые готовы тут же подхватить такой лот. Вот, к примеру, там ближайший, там рядом с нами проект, да, на Пресне, клиент выставил две квартиры, за 30 минут мы нашли ему клиентов. Да, у нас много клиентов сейчас начали инвестировать в какие-то там другие популярные направления, куда наши русские часто... Дубай, например, да? Например, Дубайск, да. Дубайский край, как мы его называем. Там тоже интересная динамика, наблюдается объем сделок с русскими клиентами у одного из самых крупных застройщиков, там по 9 в день. То есть покупают прям по одному, по два лота инвестируют для себя, приобретают, чтобы периодически там приезжать. Или просто вот чтобы был какой-то там, знаешь, в другой валюте актив приобрести, потом там на этапе уже полностью готового проекта перепродать и что-то на этом заработать. А ты веришь вообще в дубайскую недвижимость? Потому что говорят, что в Арабских Эмиратах перегрет этот рынок и что там очень много недвижимости. Ну вот смотри, средняя цена уже в премиальном сегменте где-то это около 6,5-8 тысяч долларов за квадратный метр. Что мы можем у нас здесь приобрести за 7,5-8,5 тысяч долларов за квадратный метр? Ну, что-то мы можем купить. У клиента, у которого есть здесь недвижимость, допустим, у него есть на юге нашей страны недвижимость, он понимает, что недвижимость как инструмент, наверное, более безопасна, чем, допустим, там, хранить деньги на депозите, либо в метавселенных, либо там в каких-то ценных бумагах. Это более стабильная история. Что он будет делать? Он будет вкладывать туда, в то направление, которое популярно. Что у нас помимо нашего юга популярно? Дубайский край. Поэтому туда наших клиентов очень много инвестируют. И туда сейчас ты приедешь, такое ощущение, что ты не покидал свою страну. Все говорят на русском, в каждом отделе есть русскоговорящий человек. Везде есть русскоговорящий во всех ресторанах. То есть такое ощущение, что ты никуда не уезжал. Наши артисты, все наши праздники отмечаются так же красиво и масштабно, как и здесь. Высотки ЛСР строят австрийцы. Но очевидно не просто так, потому что там, наверное, очень сложные технологии передовые. Есть ли у нас такое? У нас есть разные проекты, где непростая технология. Есть и высотные строительства. И пока никаких моментов, чтобы подрядчик уходил, мы их пока не наблюдаем. Тем более у нас есть ряд альтернативных турецких, очень серьезных подрядчиков, которые делают качественную свою работу, которые могут довести любой проект. И в Москве находится очень много подрядных организаций, которые готовы взяться. Не будем их сейчас рекламировать, но их там как минимум две точно я могу назвать. Которые готовы взвести проект любой сложности. Поэтому за это переживать очень не стоит. У застройщиков очень спокойное сейчас и позитивное настроение. Наоборот, у того же самого уважаемого Веспера по этому проекту у него сейчас нулевая ставка по кредитам. То есть у них денег больше, чем вообще нужно для стройки. Единственный вопрос сейчас у них это опять же логистика, как поставить материал, который они заявили в договорах долевого участия. Потому что они же там прописывают отделочные работы. Ну, немножко сейчас ребята позанимаются. Я думаю, что все будет прекрасно. С Москвой все понятно. А как обстоят дела, например, в Сочи? Туда ведь тоже в последние годы бегут платежеспособные россияне в поисках уединения, душевного спокойствия и баланса. Отчего недвижимость там дорожает нереальными темпами. Ты сам знаешь, благодаря пандемии в Сочи прекрасно вырос в цене. И в Сочи сейчас, если у тебя есть там полтора миллиона за метр, ты там что-то можешь нормальное приобрести. Полтора миллиона за метр? Полтора миллиона рублей за метр. Если ты хочешь где-нибудь там самый премиальный проект в каком-то там Сириусе, то это уже 2-2,5 миллиона рублей за метр. Сириус – это специальная территория, которая в Амеретинке находится. Там же, где у нас стадион. Да, 2,5 миллиона рублей стоит метр там? 2-2,5 рублей стоит новый премиальный проект, который с сервисом от отеля. Кстати, очень интересная… Тогда надо про Дубай думать точно. Ну знаешь, в Сочи тоже неплохо. В Сочи можно перегнать машину и там побалдеть. Не форцы. Юнист Эймур Канлы, владелец гостиницы Гильвеция, рассказал, как сейчас поживает гостиничный бизнес. Если городка, лучше, чем в пандемию. Сходство ситуации с пандемией и нынешней – это то, что есть существенное ограничение поездок граждан. В пандемию не ездил никто. Сейчас мы остались без такого достаточно большого куска европейского и американского рынка. Но туристическая отрасль при всем том, что считается пострадавшей, была действительно одной из самых пострадавших в пандемию, напротив данной ситуации чувствует себя лучше и намного лучше, чем многие другие отрасли, которых коснулся нынешний геополитический кризис. Дело в том, что, по сути, страна сейчас закрыта в экономическом плане. То есть выезды из страны осложнены. Это создает для нас некие искусственные условия, в которых мы сейчас существуем с нашим потребителем и с нашими гостями. Фактически сейчас мы понимаем, что ряд направлений закрыт, авиаперевозок нет, непонятная ситуация с банковскими картами, да и вообще геополитическая ситуация не способствует передвижению людей. Поэтому наши граждане сейчас закрыты в стране, и мы для них являемся неким импортозамещением. Города-миллионники Санкт-Петербург, Казань, Москва и другие города чувствуют себя вполне уверенно с точки зрения туристического спроса. В данный момент мы работаем над тем, чтобы привлечь иностранную аудиторию, тех туристов, кто все же поедет в нашу страну. Это, безусловно, так называемые государственные страны. Это граждане, скажем, Ближнего Востока, Ирана, Турции, Арабских стран, Близианных Арабских Эмиратов. Китай пока закрыт, поэтому о китайских гражданах говорить не приходится. Южная Корея, Индия. Это пока и Латинская Южная Америка. Это пока те направления, которые, вполне возможно, нам дадут спрос на наши услуги в будущие периоды. Но здесь важно одно условие окончания специальной военной операции, потому что уже на протяжении многих десятилетий мы замечаем, что сами санкции, они не отпугивают иностранных туристов, потому что весь мир, в общем, уже давно применяет санкции друг к другу, поэтому сами санкции, они не страшны для путешественников. Для путешественников опасно или, скажем, их настораживает именно военные действия. То есть то, что они видят на экранах телевизоров. То есть как только специальная военная операция сойдет с экранов телевизоров, уйдет с новостной повестки в ее активной фазе, я очень надеюсь, начнутся переговоры или там мировое соглашение, как только дипломаты примутся за работу и будут остановлены активные военные действия, безусловно, это будет очень сильно способствовать восстановлению спроса со стороны туристов. Но будет ли у людей деньги на отеле класса люкс? Что касается цен в сегменте люкс, дело в том, что увереннее всего себя на рынке сейчас чувствуют отели премиального сегмента и бюджетные отели. Сложнее всего гостиницам среднего ценового сегмента, условно трешкам и недорогим четверкам. Их потребитель, он расслаивается. То есть какая-то его часть уходит в бюджетный сегмент, какая-то уходит в премиальный, потому что премиальный сегмент тоже, в общем, в неком смысле просел по ценам. Поэтому на данный момент мы говорим о том, что эти два сегмента, премиальный и бюджетный, они чувствуют себя неплохо в связи с тем, что спрос сейчас оживает накануне лета. Что касается будущих периодов, мы однозначно будем проходить через период высоких ценовых колебаний. То есть однозначно в период белых ночей в Санкт-Петербурге цены будут взлетать и стоят дорого. Произойдет это, скорее всего, во второй половине июня, к началу Петербургского экономического форума, когда традиционно цены очень высокие, исключением не будет и этот год. Дело в том, что сами форумы, которые состоятся в этом году, уже объявлены о них экономически, юридически, они подстегнут вот этот рост цен и, по сути, будут его драйвы. Поэтому в этом году говорить о том, что будут цены именно в сезон отличаться от цены прошлого года, не приходится. Цены, скорее всего, будут равны прошлогодним, а, скорее всего, в среднем по рынку на 5-7% дороже. В общем, мы чувствуем оживление рынка, и по всем выкладкам в этом году мы ожидаем ажиотажный спрос, поэтому мы допускаем, что мы будем набирать даже персонал, особенно сезонных рабочих или линейный персонал, портье, официантов, подносчиков багажа, ближе к сезону. Но как отелям рекламировать, показывать себя, если главная витрина, Booking, перестала работать на территории России? Что касается ухода агрегаторов бронирования, ну, прежде всего, это Booking.com или Airbnb, интересная сложилась картина. Дело в том, что, так как они ушли разом с российского рынка, международного туризма сейчас нет, их уход мы, как игроки, не почувствовали. Дело в том, что мы оказались с нашим потребителем один на один, то есть все в равных условиях. Потребитель наш или гость, как мы называем в отелях, сейчас занят тем, что срочно изучает те инструменты или те онлайн-ресурсы, которые на рынке доступны. Это, прежде всего, российские аналоги, уже достаточно хорошие, солидные, такие как Островок, такие как Броневик, как Яндекс.Путешествия, как One2Trip, A&A, много этих компаний уже сейчас. Да, их доля рынка была маленькой, когда была Букин Кома, но они стремительно сейчас развиваются и занимают нишу Букин Кома. Надо признать, что Букин Кома были, конечно, невероятные конкурентные преимущества в виде очень легкого, удобного интерфейса, очень хорошо узнаваемого бренда, прекрасной службы поддержки. Вот я считаю, это то, что не хватает нашим онлайн-агрегаторам сейчас. И в отличие от наших площадок, у Букин Кома очень хорошая и развитая система отзывов. Она честная. Дело в том, что Букин Ком работает по принципу обратной ссылки. То есть ссылку на вход в Адзавик получают только уникальные путешественники, то есть те, кто реально пользовался услугами Букин Кома и получил вот тут вот ту свою ссылку по выезду из средства размещения. Только этот гость и может оставлять отзывы. Поэтому можно с уверенностью говорить, что тот же Адзавик Букин Кома является одним из самых честных из похожих ресурсов в отрасли. И кроме того, надо признать, что трендом последнего времени являются прямые продажи, что, кстати, очень хорошо для отелей. Гости нас находят через наши сайты. Это более сложная конструкция, чем, скажем, онлайн-ресурс, который является по факту маркетплейсом. Это занимает больше времени, но есть возможность получить лучшие условия. Дело в том, что отели на своих сайтах и по телефону при прямых планированиях зачастую предлагают лучшие условия, чем в онлайн-агрегатах. А для нас это сокращение наших комиссионных. В среднем ставка Букин Кома от 15 до 20% плюс НДС. Значит, это эффективная ставка получается где-то от 18 до 22 вместе с НДС. Это большая очень нагрузка на отели. Российские онлайн-ресурсы, они подешевле. Яндекс вообще заявил о 10%. Но в любом случае, мы говорим о комиссии, в которой гостиницы вынуждены или обязаны платить онлайн-ресурсов. При прямых бронированиях эта сумма небольшая, как правило, и она очень выгодная для отелей. Поэтому сейчас для нас складывается такой исторический момент, когда потребитель выходит на нас напрямую. Не фарсы. Мы созвонились с Алексеем Осипчуком, глобальным креативным директором Лондо Профешнл, телеведущим и владельцем сети студий по работе с волосами Парк Бай Осипчук. Как на бьюти-индустрии скажется этот кризис? Вы прям сразу, да? Сразу к теме. Честно говоря, тут очень сложно прогнозировать, потому что в первую очередь, мне кажется, весь этот кризис должен нас научить тому, что мы не знаем, что будет дальше. И очень трудно прогнозировать то, как конкретно он скажется. Мы все еще совсем недавно вообще не думали, что столкнемся с такой проблемой. Сейчас столкнулись. И тут, наверное, самое важное это мобилизироваться. Мобилизироваться и думать о том, каким образом этот кризис пережить. Потому что варианты, ну вот на сегодняшний день, они могут быть разные. То есть мы можем испытывать сложности с материалами, я не знаю, сложности с записью, с коммуникацией. Но фактически вот эта мобилизация, она, наверное, всех приведет к чувству и может быть даже, ну, даже, ну, конечно, с моей стороны это свинство говорить, что поможет некоторым бизнесу, но в целом возможно. Возможно поможет. То, что так много западных брендов ушло с рынка, их есть чем заменить, альтернативы для всех баночек присутствуют? Ну вот то, что касается бьюти, мы еще как бы не получили точного подтверждения того, как много брендов ушло. То есть на сегодняшний день мы еще не знаем, как будет профессиональный сервис работать, какие будут сложности, какие будут доставки. Поэтому то, что сейчас, ну, понятно, что все боятся и все говорят о том, что ой-ой-ой, нам нечем заменить, пока еще это не случилось. Заменить будет сложно, потому что мы все-таки, я надеялся, была такая часть, ну, часть все-таки мирового сообщества, и поэтому, ну, как бы заменить российскими аналогами будет достаточно проблематично, уверен. А не вообще есть хорошего качества российская косметика, или она все только среднего, там, какого-то качества бюджетного. Мы можем в это поверить, что она есть, да, потому что мы сейчас, у нас все импульсное замещение происходит вот по такому же принципу. То есть мы уверены, что есть, и есть не хуже, но нет. Поэтому пока что так. Я не знаю, честно говоря, как мы будем это заменять. Но это же еще не случилось. То есть вот на сегодняшний же день у нас там есть рост цен. Окей, мы сможем адаптироваться, есть, возможно, какой-то дефицит. Окей, сможем адаптироваться. Есть непонимание, как дальше эти косметические марки будут работать. Окей. Поэтому пока что мы все в таком режиме ожидания. Плюс ко всему, плюс ко всему. Конечно, если случится вот самый худший сценарий, профессиональный сервис тоже уйдет. Ну, я не знаю. Половина страны же хлебные эти маски делает, и ничего. Не форцы. Алекс Контье, создатель клубного салона красоты в Москве, чья компания пользуется не только зарубежной косметикой, но и создает свою. Кажется, уже нашел решение проблемы с выходом зарубежных брендов и прекращением поставок сырья. Мы работали на разных брендах, которые, к сожалению, ушли из России, либо частично приостановили поставки. Из-за этого, конечно же, цена продукта возрастает. Мы ищем пути, как заменить эти бренды. Но у нас очень большое преимущество перед другими коллегами из бьюти-индустрии. У нас есть собственный бренд, на котором мы успешно работаем более семи лет. Продукты «Философи Байликс Конте» состоят на 90% из европейского и американского сырья. В связи со сложившейся обстановкой в России мы начали рассматривать альтернативные варианты поставки южноамериканского и азиатского сырья. Генеральный директор сети World Class абонементы в некоторые из клубов, которого стоят сотни тысяч рублей в год, в сложившейся ситуации ищет позитив. Правда, какие времена, такой и позитив. Начну с хорошего. Наши клубы работают. Сравнивая ситуацию с кризисом коронавируса, когда у нас закрывались клубы, для нас работать – это уже подарок с точки зрения бизнеса. Поэтому это плюс. Есть еще две достаточно хорошие новости для нашего бизнеса. Наш продукт востребован. Действительно, в это сложное время людям нужен спорт, фитнес, отвлечение, какой-то антистресс. А это все человек может получить в фитнес-клубах. И мы разнообразим нашу программу. Например, вели медитацию в наших клубах, как групповое занятие. Стараемся клиентов поддержать разными занятиями, разными видами спорта. Второе. К сожалению, люди сейчас путешествуют меньше по известным причинам. А для нас это даже небольшой плюс. Люди остаются в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. Соответственно, больше ходят в фитнес-клубы, что является таким сейчас полезным и правильным досугом. При этом, конечно, мы отмечаем, что будет. И уже немного начинаем чувствовать, что платежеспособный спрос снижается. А затраты растут. Это, конечно, такая вызов для экономики и фитнес-индустрии. Поэтому сегодня мы предпринимаем определенные действия. Если говорить в цифрах, то клиентская база пока стабильна. И это очень для нас важно. Посещаемость клубов даже возросла, потому что стабильно в кризисах, когда у людей меньше каких-то бизнес-возможностей, люди предпочитают заниматься собой, и больше ходят в фитнес-клубы. Затраты начинают расти, но при этом мы пытаемся адаптировать нашу экономику. Мы увеличиваем цены, но стараемся это сделать очень точечно, дифференцированно по разным сегментам наших клубов и стараемся найти тот оптимум, где определенный рост цен был бы, но при этом максимальное количество клиентов могли себе позволить наши услуги. Приблизительно повышение цен было около 10% по всей сети. Боремся с ростом затрат, просим скидки от наших партнеров-арендодателей, и вот это опять является ключевым фактором нашего успеха. Если мы договариваемся с арендодателем на скидку, то фактически клубы выживают, и для нас это спасение. С большинством арендодателей я верю, что нам удастся по этому году договориться о определенных скидках, потому что они тоже понимают, что нам надо вместе прожить это сложное время. Часть клубов, где арендодатель не пойдет нам, навстречу экономика будет снижаться, может быть придется закрыть. Но я ожидаю, что по году, наверное, мы говорим о 10% клубов нашей сети, ну и если мы будем говорить о всем рынке, то, может быть, процентов 20 фитнес-клубов вынуждены будут закрыться, но все-таки это не тотальное закрытие бизнеса. Спортивным людям хотя бы есть куда ходить. Куда же отправляться модникам, привыкшим к лакшери брендам одежды? Об этом мы поговорили с Линой Дембиковой, стилистом и телеведущей, основательницей школы имиджологии Style Hunter. Я говорил с одной модницей, блогершей, что вот, мол, что ты будешь делать без одежды? Она такая, нет, без шмоток я точно не останусь. Мы всегда найдем, через кого достать. Будут дилеры, через Казахстан, что-нибудь придумаем. Вот скажите, сегодня все равно можно достать какой-нибудь люкс, что-нибудь редкое, что-нибудь особенное, несмотря на все эти санкции? Ну, уже появились как-то хитрецы, умельцы, которые доставляют одежду через Турцию, через Казахстан, да, абсолютно верно. По-моему, причем это стоит каких-то смешных денег, типа тысячу рублей сверху. Как-то они там умудряются и зарвозить, и все остальные бренды масс-маркет. Здесь вопрос заключается в том, что это будет делать сложнее, и в какой-то момент, если ты привык идти в ЦУМ, покупать все, что ты хотел, и об этом не думать, то сейчас это станет намного сложнее сделать. И люди будут сто раз думать, прежде чем напрячься. Плюс денег глобально станет меньше, да, переплачивать за что-то станет тяжелее. Найти найдут способы, но точно станет меньше, и точно выбора будет меньше. Вернутся такие фарцовщики-байеры, да? Да, вы помните времена, когда челночники возили в сумках? Ну, примерно то же самое нам грозит. Я помню, у меня бабушка из Турции привозила шубы, и у нее все время толпилось какое-то количество соседок, и вот это нас ждет, да? Ну, я не знаю, в таком ли конкретном виде, но немножечко на это сейчас похоже. Знаете, вот это вот, когда кто-то привозит домой вещи, все встречаются и разбирают, кто что заберет. Нет, ну, конечно, надеюсь, что такого не дойдет. Я думаю, что рано или поздно бренды все равно вернутся на российский рынок. Месяц, два, три русские модницы переживут со своими старыми запасами. А там посмотрим. Неварцы. Специалист по мужскому стилю в сегменте люкс Арсен Айропета в нынешних реалиях начал предлагать своим клиентам туры. Вы не поверите в Ташкент. Вот она новая мека для модников. Курс местной валюты в Узбекистане не так сильно изменился по отношению к курсу доллара. Проблем с оплатой нет. Большинство брендов представлены на этом рынке, а цены ниже, чем в Москве или в Дубае. Кстати, помимо Узбекистана, пристанищем для модной элиты могут стать также Казахстан и Эмираты. Правда, клиенты отмечают, что опасаются приобрести подделку часов в бутиках Дубая. В Казахстан же нельзя вводить больше 10 тысяч долларов наличными. По словам Айропетова, его клиентам из трех новых шоппинг-столиц Ташкент кажется самым привлекательным. Что мы сегодня на черном? Правда, в мире люкса. Что сегодня делать российским модникам? Вы знаете, это так звучит, как будто нас оставили без еды, без воды. Ну, все нормально, можно модникам делать. Ходить также по бутикам. Если они такие модники, пусть летают за границу, одеваются. Казахстан, Узбекистан, Дубай, пожалуйста. Ну, у меня через пару дней шоппинг в ЦУМе, и все, в ЦУМе товары навалом. Приходи, покупай, и цены тоже они сейчас не стали там задирать. Поэтому не могу сказать, что супермодникам прям горе, носить нечего. Если у тебя есть чувство вкуса и стиля, то можно и в недорогих, хороших брендах круто выглядеть. А если ты жертва маркетинга и бегаешь за Луи Виттоном там постоянно, или за Адидасами ездить, и так далее, то это уже другое чуть-чуть. А расскажите про туры в Ташкент. Такое необычное направление с шоппингом вообще, по-моему, до этого оно никогда не ассоциировалось. Недели две назад был, летал на показ, делал обзор бутиков. Абсолютно все бренды, кроме Луи Виттон, Эрмес и Шанель, все присутствует. И по ценам даже ниже, чем в Москве. А за счет чего это, кстати, получилось так? Непонятно. За счет того, что ЦУМ подняли цену. А в Ташкенте курс не искакнул. Как был, так и остался. Ну вот с ЦУМом связывают часто какие-то там сплетни, скандалы, то, что бывало клиенты сталкивались с поделками. Увеличится ли количество поделок сегодня, как вы думаете, Арсен? Вот придется ли магазинам вот таким образом выживать? Ну, честно говоря, это такой вопрос с подковыркой. Во-первых, я слышал такие слухи про ЦУМ, но я лично никогда этого не видел и не буду брать на себя даже ответственность утверждать, что так делают. Но если мы говорим о том, что увеличится количество фейков или нет, да меньше точно не станет. очень много хороших позиций можно найти на ресейле. И я даже рекомендую смотреть кожу, верхнюю одежду именно кожа, хорошо сохраняется, можно найти достойные позиции за нормальные деньги адекватные. А где, а где вот посоветуй? Есть вот платформа oskelly.ru, есть магазин Spin. Вот Oskelly больше как раз-таки на, скажем так, такие попсовые бренды, люксу, лакшери, а Spin, они больше работают с концептуальными брендами. Вот по мне это такие прям две ведущие компании. Революция, наконец-таки. Я буду говорить от того, как это вижу и чувствую я. Как я замечаю, очень многие бренды, российские, например, мужские, там middle сегментов, повыше, пониже, наконец-таки начали шевелиться, потому что такие гиганты ушли, и они поняли, что для них это возможность для реализации. И, как я вижу, многие пытаются развиваться и расширяться, я знаю, что часть брендов не ушли, но не афишируют это, то есть не дают комментарии в прессе, грозят своим сотрудникам увольнение, если те будут говорить с кем-то о том, что они все еще работают. Как думаете, насколько зарубежные бренды будут стыдиться продавать одежду, обувь и так далее русским? Есть ли вообще вот такое? Ну, пока что, кроме Chanel, я других инцидентов не слышал, я могу так сказать. Многие бренды не стыдятся. Это я знаю, потому что я разговаривал с бренд-менеджерами, которые работают в Европе на этих брендах. Они не стыдятся, им просто... Знаменитый кейс уже разлетевшийся в сети по поводу Chanel, то, что на Западе в бутиках русским давали документ при покупке, что нельзя носить продукцию Chanel на территории Российской Федерации. Как вы думаете, долго ли это будет продолжаться? И неужели действительно брендам стыдно продавать русским одежду? Это личная политика Chanel такая. Не всем, еще раз говорю, не всем стыдно. Некоторым просто ставят такие условия. Я не могу называть просто сейчас бренды, но когда я общался с бренд-менеджером, они говорят, ну, мы не можем. Я делаю большие закупы, например, для клиентов, да, и нам даже сейчас не отшивают коллекцию зимнюю, например, для нас, которые, в принципе, должны были отшить. Они говорят, мы не можем, потому что мы не понимаем, что дальше. Кто-то работает, например, нормально. Поэтому сколько это будет продолжаться, хороший вопрос. Вот тут мне сложновато ответить. Но мне кажется, Chanel себе репутацию точно подпортили. Могут ли появиться какие-то российские люкс-бренды, именно вот мужские, которых до этого, ну, было совсем немного, скажем, там, замены, я не знаю, лора пьяно, какие-то на каких-то таких вот вещей у нас. Возможно ли это в стране появиться? Я понимаю, что у нас есть там всякие футболки волковшей, ну, что такое простое, худи, ну, вот даже джинс приличных, я не знаю российских. Это очень прекрасный вопрос, и я прямо сейчас на него развернуто отвечу. Во-первых, я считаю, что пока что невозможно. Что такое бренд уровня люкс? Это бренд, в первую очередь, с историей. Откуда берется люкс? Люкс – это когда у тебя есть фабрики, которые могут производить ткани уровня люкс. Когда у тебя есть руки, швей, которые могут с этими тканями работать и шить. Когда у тебя есть вкус к стилю, насмотренности, когда ты как бы можешь построить правильный маркетинг. Я недавно был в Иваново. Я ездил на фабрике смотреть, какие ткани могут производить фабрики. Я был на мероприятиях, швейнах, смотрел, что там. И вот я всегда себе задавал вопросы, когда я ходил по магазинам, по рынкам. Знаете, вот есть такие очень некрасивые вещи. Вот как будто эти вещи из двухтысячных, они до сих пор продаются. Я не понял, почему. Ну, откуда же рассадник? Кто-то же их производит, завозит. Вот я понял, откуда. У людей просто нет насмотренности. Они не могут делать люкса. Им лучше халатов сшить, чем один хороший пиджак. Ну, я думаю, что точно не будет в России. Еще не скоро будет люкс мужской. Женский-то вот на ум приходит Ульяна Сергеевна. Ну, Терехов тоже. Но это не люкс. На мой взгляд, это не люкс. То есть, ну, хорошо, вы заплатите за изделие Терехова или за изделие какой-то Луи Виттон одну и ту же сумму. Что вы выберете? Если вы только хотите отечественного производителя поддержать, ну, наверное, его. А все равно маркетинг возьмет свое. То есть, российский люкс, он, значит, должен быть, ну, априори дешевле, чем, например, западные бренды, чтобы выживать, да? Как ты считаешь? У меня вообще нет понятия в голове российский люкс. То есть, вот, что значит, он должен быть дешевле? Ну, он может отшиваться где-то в Европе. Он может закупать любой бренд, да? Закупать самые дорогие ткани. И он не может быть дешевым, но потому что работа изначально такая. Например, коллекции Дениса Симачева, которые были в начале нулевых, да? Вот с вот этими бобровыми шапками, с латексными красными куртками, с вот этими унтами, да? Там чисто российскими. Вот такое сегодня может найти спрос, потому что тогда это казалось абсолютным люксом. И, насколько я понимаю, загнулось все, потому что это не покупали по тем же ценам. Когда вы создаете какой-то бренд, например, или идею, или коллекцию, нужно же учитывать настроение социума. Вполне возможно, если у нас сейчас так повысится дух патриотизма, что какой-то гений-дизайнер будет делать коллекции с символикой патриотизма. И все в знак, значит, поддержки, уважения начнут носить, как это было как раз-таки с Симачевым. Первый такой бренд с российской символикой и Советский Союз, у него и мультики. И все как бы решили, начали поддерживать. Но потом все это закончилось так же быстро, как началось. А как думаешь, почему, по твоему мнению? Настроение прошло у народа на все это. А он, как я считаю, не смог дальше идти как бы в ногу со временем и словить следующее настроение социума. То есть он сначала понял, что людям надо, попал в тренд, а что уже потом дальше нужно, не смог, видимо, понять. То, что нельзя исправить прической, тренажерным залом или одеждой, обычно можно исправить скальпелем. Наш следующий эксперт Тимур Хайдаров, один из самых популярных и высоко оплачиваемых пластических хирургов в стране. Несмотря на заверения некоторых экспертов, что импланты, например, могут пропасть с российского рынка, считают, что все возможно заместить. И россияне и дальше будут оставаться в форме благодаря золотым рукам пластических хирургов. Расскажи, что будет происходить с индустрией пластической хирургии в связи с событиями, которые происходят? Безусловно, конечно, прогнозируют разное нам, то, что чуть ли там вплоть до вымирания вообще индустрии красоты. Я с этим, конечно, абсолютно не согласен. Запрос на эстетическую медицину, а именно косметологию, именно хирургию пластическую, он будет. Я даже скажу больше, возможно, он еще и повысится спрос. Другой вопрос касаемо цен, касаемо расходных материалов, те же самые импланты, также оборудование, также расходные именно расходники, те, которые мы используем во время той или иной операции. В результате вот этих санкций, конечно, мы надеемся, что они временные, повысится просто цена. Вот и все. То, что мы брали, грубо говоря, за 2 рубля, сейчас это будет стоить 4-5 рублей. Это будет просто из-за проблем с логистикой. Это, конечно, отразится на цене. Те же, допустим, препараты, там филеры для увеличения губ, те же там витаминки всякие, которые колют в лицо, там, грубо говоря, крема и всякие-всякие инъекции. Вплоть заканчивая препаратами, которые мы используем во время общей анестезии. Мы пользуемся оборудованием американским. В каждой операции там есть определенный набор расходников, то есть там стерильные, одноразовые трубки и так далее, и так далее, и так далее. Это просто... Сейчас мы уже, конечно, сталкиваемся с проблемами именно доставки. Вот. То есть логистики мы уже столкнулись с повышением цен на импланты. Некоторые фирмы нам уже выставляют счет в евро, некоторые в рублях, но уже по индексации на евро на сегодняшний день. Плюс, я думаю, многие компании на время вообще прекратят поставки. Это если это американская фирма имплантов, там, французская, немецкая. Останутся пока бразильцы из дружественной Бразилии. Вот. Но в любом случае логистика пока такова, что все шло через Европу, и все это немножко притормозилось. Не время ли как раз заняться импорт-замещением и сделать импланты Хайдарова? Поехали в Челябинск. Вот как раз какой-то завод шина, шин приостановили. Будем делать суровые российские импланты. Но на самом деле производство имплантов в России, оно было, наверное, лет 20 назад, ну, если я не ошибаюсь, ну, лет 15, наверное, назад. Но что-то вот, скорее всего, из-за такой конкуренции и масштабов и габаритов иностранных компаний, которые уже по 40 лет в силиконовом бизнесе, я бы так сказал, наверное, просто наши соотечественники бы не, наверное, не подтянули и уступали и по качеству, самое главное, по качеству. Поэтому, я думаю, возобновим, возобновим. На данном этапе, я считаю, есть пока для нашего российского производства есть более важные задачи, которые мы должны поднять на производство. И, я думаю, мы дойдем и до имплантов тоже. Ну, вот, допустим, филлеры. Филлер – это препарат, которым увеличивают губы, делают скулы, в общем, какие-то объемные. Есть он, в принципе, и российский уже. И довольно-таки неплохо он себя зарекомендовал. Плюс есть альтернатива – это корейские препараты, это китайские препараты. Поэтому я не думаю, что мы останемся в каком-то там… В изоляции полной, да? В изоляции полной, да. Ты знаешь, даже в советское время эти все истории были запрещены, но они как-то попадали на рынок. А вообще поток пациентов, он не упал сейчас у тебя, например? Слушай, ну, ты же понимаешь, что ориентироваться по мне довольно-таки неправильно, потому что у меня немножко нестандартная ситуация, у меня очередь на три года. Поэтому мы, в принципе, у нас ежедневно также операции, вот, по четыре, по пять операций. Тут, наоборот, даже поступают звонки, как бы люди говорят, а там в связи вот сейчас с тем, что происходит, у вас там случайно отмен нет, не освободилось ничего, можно мы пораньше попадем? Есть ли такое? Есть, кто действительно переносится из-за такой некой турбулентной, я бы сказал, ситуации. Вот, я вообще планирую, как бы там давно у меня в планах все было, выходить сейчас на другие рынки, то есть рынки там Средней Азии, рынки восточные, то есть это там Дубай, Бахрейн. Сейчас вот, мне кажется, самое время и здесь продолжать работу, и там продолжать, и там начинать что-то, потому что, в принципе, я думаю, сейчас самое-самое время. Если даже с точки зрения рассуждать финансов, бизнеса, вот, и это, учитывая, что мы работаем, зарабатываем в рублях, конечно, мы немножко сейчас просели касатность по отношению к доллару. Сейчас, наверное, Россия вообще самое выгодное место для пластических операций, да? Ну, и для иностранцев. Ну, я бы сейчас не сказал так, сейчас иностранцы, во-первых, они не смогут прилететь, это будет сложность, нужно будет, но летят. Ты знаешь, вот до сих пор у меня вот вчера, позавчера пациенты прилетают из Германии, из Италии, вот, в общем, из Евросоюза прилетают, но они летят через Турцию, кто-то через Дубай, и спокойно прилетают. Прилетают, да? То есть не остановился поток пациентов из-за границы? Ну, слушай, есть трудности, какие-то трудности, кто не может прилететь, вот, они переносятся, поэтому, я думаю, сейчас, если мы сделаем альтернативные площадки, допустим, также, может быть, и в Узбекистан, прекрасная погода, вкусные дагасти, приемные люди, и выстроить, если и там центр на уровне, то, я думаю, можно, можно, можно организовать и туда такой медицинский туризм. И снова Узбекистан, возможно, вскоре самое популярное направление для туризма среди россиян. И карту банковскую можно оформить, и Pfizer поставить, и голливудские фильмы в кинотеатре посмотреть, и одежду купить, и грудь с попой сделать. Все радости жизни, короче. Не ворцы. Ярослав Боровой, владелец компании Carlson, сдающий в аренду элитные авто в нескольких городах России, рассказал, что же будет с рынком авто в России в общем, и с его компанией в частности. Здравствуйте, Ярослав. Скажите, что сейчас происходит с вашей компанией? Актуальна ли сегодня вообще аренда элитных автомобилей? Мы являемся лидерами на этом рынке и довольно давно. Но на сегодняшний день еще точно сказать тяжело, но в принципе я предполагаю, что аренда станет более актуальна, чем покупка автомобиля, в связи с тем, что сегодня довольно тяжело купить автомобиль, а именно в последнее время в связи с событиями цены очень сильно взлетели на машины. Но одно дело цены, другое дело то, что их нет в наличии. Так как, наверное, многие знают, что много автопроизводителей ушло с нашего рынка. Ну, точнее не ушло, как они заявляют, что они временно приостановили поставки, обещают вроде как вернуться, но дело в том, что я думаю, что не от них это зависит, а зависит от политической ситуации. Поэтому как будет политика развиваться, так и рынок будет развиваться. И вернуться или нет автопроизводителей, это уже зависит от обстоятельств. Думаю, что аренда будет востребована в связи с тем, что выхода нет. Ну, то есть машина очень дорогая, дорогое обслуживание, дорогая страховка, ремонт дорогой. И аренда станет даже выгоднее, чем содержать свой автомобиль, потому что содержать будет очень дорого. Так как даже непонятно, что с официальными дилерами, как они будут выполнять свои гарантийные обязательства, если они уже там сейчас временно не присутствуют на рынке. Поэтому я думаю, что аренда будет актуальна. А цены на аренду вырастут так же, как на автомобиле, пропорционально там в три раза, условно говоря? Ну вот сейчас мы, у нас каждый день происходит собрание, мы как раз собираемся, обсуждаем эти вопросы. Мы приняли решение своей компании, что мы не можем поднять цены, пропорционально увеличение расходов, в связи с тем, что рынку и так тяжело, нашим клиентам и так тяжело, в связи с ситуацией доходы упали. Поэтому мы поднимем, мы вынуждены поднять цены, в связи с тем, что сильно возросли расходы, это страховки, техобслуживание, ремонт, стоимость автомобиля, чтобы не работать в минус, и какая-то все-таки сохранялась рентабельность, мы вынуждены повысить. Но будем повышать непропорционально, будем повышать за счет своей, за счет конференциации, свою рентабельность. То есть снижает свою рентабельность, соответственно, мы можем себе позволить не так, непропорционально повысить цены. Есть ли уже маршруты, как приобретать новые автомобили через третьи страны, как возить в Россию, насколько они будут дороже, сколько это будет по времени? Ну, я бы советовал подождать, пока не думать об этом, в связи с тем, что есть еще вероятность, что автопроизводители вернутся на рынок, так как произошло, как пример, произошло с Тойотой, она сначала объявила о приостановке поставок автомобилей, но буквально через несколько дней Тойота вернулась на рынок. Поэтому будем надеяться, что остальные автопроизводители также поступят, будем смотреть за разную ситуацию, потому что мы можем сейчас еще придумывать, да, действительно, если при худшем сценарии автомобильные компании ушли, например, и не вернутся, конечно же, логистическая цепочка восстановится, да, будут автомобили, ну, я думаю, Казахстан есть, ну, есть другие дружественные нам страны, через которые мы будем покупать автомобили, но будет все тяжелее. Вы прекрасно понимаете, во-первых, цены будут выше за счет того, что логистика будет дольше, во-первых, дольше, а во-вторых, дороже. Плюс вопрос остается с гарантией на автомобиле, гарантийными обязательствами. Тоже под вопросом, как это будет происходить. Ну, я разговаривал с представительством, говорят, что, зная менталитеты немцев, как пример немцев, говорят, что, ну, должны они соблюдать гарантийные обязательства, даже если уйдут с рынка. Но, как показывают, как будет на самом деле, это неизвестно. Я уверен, что, конечно же, будут поставляться. Буквально один-два месяца, я думаю, все остановится. Ну, логистические цепочки, как минимум, автозапчастей должно остановиться. Поэтому я советую подождать, а не покупать по сумасшедшим ценам, которые не обусловлены ничем, а обусловлены больше истерии, и дефицитом автомобилей, а подождать, когда все остановят, всю логистику, при любых расхватах. И тогда рынок устаканится, и можно, ну, будет дешево, и все подождать надо. Спрос упал на аренду автомобилей сейчас? Ну, сейчас, в последние две недели, небольшое затишье, но, я думаю, оно обусловлено не тем, что там спрос упал на аренду, а, я думаю, это везде, во всех направлениях бизнеса, небольшое затишье, в связи с тем, что люди думают явно не о том, что, как себя побаловать, порадовать, и они только думают о, как сохранить свои сбережения, ну, и о товарах первой необходимости. Надо немножко подождать, чтобы люди привыкли к сегодняшней ситуации, к сожалению, ну, у нас, мы повлиять на нее не можем, поэтому наша единственная возможность, это, ну, при реалиях думать, как обеспечивать себя в текущих реалиях, поэтому, я думаю, все устаканится, и спрос восстановится во всех направлениях бизнеса, не только в нашем. А машины из тех, которые можно у вас арендовать, какие-нибудь из производителей вообще остались в России, или все ушли? Ну, в нашем парке больше ста машин, начиная от Е-класса, заканчивая такими брендами, марками, как Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и так далее. Шли, это громко сказано, мы общаемся с представительствами, ну, они говорят, что, ну, непосредственно представители производителя говорят, что они приостановили продажи не потому, что они не поддерживают там Россию и так далее, а потому, что они не знают пока, как доставить автомобили в нашу страну, в связи с тем, что границы закрывают, там, страны не попускают, и они выстраивают логическую цепочку, логистическую цепочку, чтобы доставить, но это пока так они заявляют, поэтому я хочу сказать, что рано говорить о том, что кто-то ушел, кто-то не ушел, это покажет время. Ну, пристановили работу, ну, наверное, ну, большинство, наверное, да. Ну, почти, я не знаю, да все пристановили. Тойота только вернулась. А кто там еще? Ну, Hyundai, Genesis, Toyota осталась. А кто у нас еще остался? Genesis выгодно то, что сейчас все остальные там премиальные бренды ушли? Как вы думаете, на российском рынке? Да, конечно. Почему Toyota вернулась? Она вернулась потому, что она поняла, что все ушли, рынок вообще свободен, и она не видит огромную возможность сделать здесь космические продажи, рекордные продажи. Если рынок кроме Toyota, тогда будут продавать. Поэтому, кто вернется сейчас на российский рынок, тот будет, я думаю, очень успешен здесь. Я уверен, что другие автопроизводители последуют примеру Toyota, потому что у них много инвестиций было. в российский рынок. Ну, в заводы, как минимум, Mercedes и BMW есть заводы в России. Немного инвестировали, и бросить все инвестиции миллиардные и уйти, я думаю, это будет не так просто. Но тут, к сожалению, не только от них зависит, больше зависит от политической ситуации стране. поэтому, как им скажет правительство, так и будет. От них мало чего зависит. Ну, могут они, конечно, попросить, но от них, я считаю, мало чего зависит. А какая ситуация с деталями сейчас уже испытывают трудности сервиса? На ТО, вот, например, мы машины на ТО, ТО, план ВТО, уже там не было так, с деталями проблема, мы уже покупаем свои деньги, приезжаем с всеми деталями, чисто за работу платим, поэтому уже они там завтра, послезавтра, послезавтра, неизвестно, когда будет. Поэтому, да, действительно, уже проблема, уже проблема тоже, точно. Ну, и, во-первых, цены там космические, и плюс с запчастями проблемы, в общем. Вообще, возможно ли достать детали, если там, ну, не у автодилера, не оригинальный? Не, можно. Да, можно купить дорого все, очень дорого. То есть, цены минимум в два раза выросли, можно достать, они есть, проблем с ним нет, но, ну, цены дорого, очень дорого. А со страховкой ты какие ожидаешь проблемы? Ну, во-первых, все автомобили застрахованы по старым ценам, у всех полюса, каска по старым ценам, соответственно, если что-то происходит, то, вот, например, фу, там, что-то повреждаете полностью автомобиль в ТОТАЛ, вам выплатят только по старой цене, а цена автомобиля уже выросла в два раза рыночная, поэтому, как минимум, половину денег вы потеряете, либо сейчас перестраховывать автомобили. Ну, вот такая ситуация. Плюс, как бы, они же ремонтируют каска, плюс машина зависит. Если сейчас что-то произойдет с автомобилем, она зависит на неопределенный срок в связи с тем, что нет запчастей. Точнее, есть, ну, там, сумасшедшие деньги, ну, многих запчастей не будет, в общем. В общем, лучше не попадать в аварии сейчас. Однозначно. Лучше сейчас самое выгодное поставить машину, и чтоб на ней не ездить. Это самое выгодно пока. С точки зрения сохранения инвестиций своих. Это еще денег, уважения, сбережения. Совет на кризис просто патент убрать машину. Это самая выгодная инвестиция сейчас машина. Но ее надо поставить, чтоб не потерять. Может показаться, что 20-е эра личных автомобилей и каршерингов, но в последнее время все большую и большую популярность набирает и подписка на авто. Это когда вы берете автомобиль в аренду на какой-то длительный промежуток времени. У Сбера есть такой сервис, например. На их сайте, правда, автомобилей практически не осталось. Видимо, желающих в последнее время быть при машине много. Новые автомобили ушли или просто набили свою деятельность далеко не все. Плюс у нас есть обязательства от импортеров по поставкам, которые все продолжают сохраняться. В целом, нам есть с чем работать в ближайшие несколько месяцев. А за несколько месяцев мы рассчитываем, что ситуация с поставками, с логистическими цепочками стабилизируется и производство возобновляется. Пока импортеры подтверждают, что в течение двух-трех месяцев смогут наладить поставки. Более того, даже сейчас есть ряд импортеров, которые поставки не останавливало и обеспечивают нас необходимое количество автомобилей. В целом, в каждом сегменте можно найти поставщиков, которые автомобили готовы предоставить. Мы плотно работаем с китайскими брендами в моменте и в целом продолжаем решить то, что с ними сможем построить хорошее стратегическое партнерство и в целом его уже строим. Так, например, недавно мы заключили партнерство с компанией Exit, это премиальный бренд компании Cherry. В чем их преимущество? В том, что, во-первых, это востребованные автомобили, их, правда, много, на улице много, запросов у нас было много, то есть они востребованы клиентами и они производятся в Китае. Соответственно, во многом их сложности никаким образом не затронули, они продолжают при помощи паромок, при помощи поездов доставить автомобили в Россию. И в целом мы видим, что их стремление наращивает свою долю, совпадает с нашим стремлением в бизнес, поэтому вот нашли в их лице надежного партнера. И это касается, в принципе, многих китайских брендов, которые также меньше зависят от поставок из европейских стран, из американских стран, они в целом находятся на самовеспечении и позволяют насыщать рынок своими автомобилями. Тут можно разделить, на самом деле, ситуацию с зарубежными партнерами можно разделить на две части, на две группы. Первая группа – это те, которые поставляли автомобили, а вторая группа – это те, которые автомобили производили в России. И у нас, в принципе, есть сценарии по каждой из них. Вот, например, сценарии по импортерам, по которым поставляли машины, там худший сценарий, что они полностью уйдут из России. В таком случае, как нам кажется, это маловероятно. Нейтральный сценарий, который происходит сейчас, это когда компании временно приостановили поставки новых автомобилей, но при этом продолжают выполнять свои гарантийные обязательства. Вот мы думаем, что в целом он сохранится. Так как позитивный сценарий – это компании начнут искать разные способы завести автомобили. Большинство импортеров автомобильных брендов, которые производят автомобили, придерживаются нейтрального сценария и скорее приостановили поставки, продолжая обеспечивать гарантийное обслуживание. Это касается тех, кто поставляет машины в Россию и не производит их. Однако в России производят автомобили Мерседес, в России производят автомобили БМВ. Для них, я думаю, слишком велики будут потери при полном ходе страны, поэтому, конечно же, вряд ли они его доступят. Да, допустим, мы ожидаем, что проблема в случае временная. Но на какие же автомобили сейчас наибольший спрос? Спрос на автомобили, которые есть в наличии, потому что других автомобилей нет. Сейчас измеряем привыкание. Понятное дело, что происходит привыкание рынка к новым ценам. И мы видим по конверсии, условно, из-за хода на карточку автомобиля, в оставление заявки и так далее, что люди потихонечку начинают привыкать. Да, спрос есть. Опять же, почему? Потому что все альтернативные способы купить машину также подорожали. И также в пропорции остаются, условно, платежи по кредиту остаются кратно более дорогими, чем владение подпиской. То есть, условно, если автомобиль подпиской стоит 30-40 тысяч рублей в месяц, то ежемесячные платежи по кредиту плюс обслуживание будут стоить 50-60, если брать кредит года на три. И плюс еще человек не получает таким образом никакую фиксацию своих страховых. Человек никаким образом не получает фиксацию платежей по обслуживанию, тогда как у нас в одном платеже он получает фактически гарантию, что он потратит рублем больше за весь период эксплуатации. Если иначе говорить, то владение стало дороже. Владеть стало дороже, владеть стало рискованнее. Не все могут себе позволить владеть. Поэтому выбор в пользу подписки, он, в принципе, сейчас сохраняется. И мы видим спрос, который именно за таким спокойствием приходит к нам. И, возможно, как раз текущая ситуация позволит этот рост ускорить. Мы являемся третьим-четвертым рынком в Европе, смотря по каким показателям мы его считаем. Практически ни для кого из брендов это не является рынком, которым можно просто пренебречь. Я бы сказал, что русским рынкам так просто нельзя пренебречь, что, конечно же, не отрицает того, что пренебречь все-таки при определенных обстоятельствах и можно, понесая финансовые петли. Продолжение следует...